Дальнобойщики вышли на митинг и в Нижнекамске продолжается суд по делу об избиении гражданина Турецкой Республики. В минувшее воскресенье несколько десятков дальнобойщиков собрались на митинг против введения нового налога на грузоперевозки. Согласно постановлению, водители большегрузов должны выплачивать по 3 рубля за пройденный километр. Дальнобойщики возмущены. Забастовки прокатились по многим городам России. Негодование выразили и нижнекамские водители. Ведь некоторым придется отдавать чуть ли не по 300 тысяч в год. Это при условии, что они и так платят транспортный налог. В городском суде в эти минуты проходит очередное слушание об избиении турецкого гражданина жителям Нижнекамска. Однако присутствовать журналистам на слушании запретили. На этом настояли родственники погибшего. До начала заседания нам удалось снять несколько кадров. Напомним, инцидент произошел летом этого года. Между 29-летним нижнекамцем и 36-летним гражданином Турции завязалась драка, в результате которой второй упал и ударился головой об бордюр. Спустя время, не приходя в создание от полученных травм, он скончался в реанимации. Подробности мы расскажем чуть позже. Поздравили всех маму, строили 13 мастер-классов и праздничный концерт. В День матери во Дворце творчества детей и молодежи состоялось праздничное мероприятие. Поздравляли мам Нижнекамска и на улицах города. Активисты школьного объединения «Форвард» подошли к этому нестандартно. Дети самостоятельно изготовили бумажные цветы, чтобы потом просто подарить их проходящим женщинам. Всего школьники изготовили 100 бумажных тюльпанов. Признались, что сделать это было несложно. Очень хотелось порадовать нижнекамских мам. И о спорте. Пополнение в главной команде. Накануне стало известно, что стан подопечных Владимира Крикунова пополнился новым защитником Алексеем Бондаревым. Хоккеист приехал в Нижнекамск из московского клуба ЦСКА за свою карьеру. 32-летний игрок обороны успел поиграть за «Авангард», «Магнитогорский металлург», «Трактор» и «ЦСКА». На данный момент показатели у Алексея Бондарева не самые лучшие. В текущем сезоне он успел провести за столичный клуб 24 игры и не заработал ни одного результативного балла. Чего не скажешь о штрафных минутах, которых у Бондарева уже 29. Минус 4 за окном, солнечно, без осадков. Родители 150-тысячного малыша получат в подарок квартиру. Об этом расскажем в одном из следующих выпусков. Если вам есть о чем нам рассказать, звоните нам по телефону 40 07 70 или пишите на сайт ntrtv.ru. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин